Аркам ТВ представляет обязанности мужей и жен. Субтитры делал DimaTorzok Я особенно прошу у Аллаха, чтобы Он позволил мне сегодня говорить ясно. Потому что в первой половине этой хутбы многие мужчины будут мной недовольны. А во второй половине многие женщины будут мной недовольны. Но ничего страшного. Мы должны говорить только правду о Слове Аллаха. Не бойся людей, а бойся Аллаха. И то, что я расскажу сегодня касательно этого необыкновенного аята Корана, я собираюсь рассказывать не потому, что я живу в соответствии с этим аятом, а вы нет. Все мы стремимся соответствовать стандартам, приведенным в Слове Аллаха. Слово Аллаха само по себе идеально, но оно предназначено не для идеальных людей. Руководство Аллаха не для ангелов, руководство Аллаха для людей. И Аллах знает, что мы совершаем ошибки. Поэтому, когда мы размышляем над аятами Корана, неправильно думать, «Ну да, это же из Корана, он для лучших людей, а не для меня». Он и для вас, и для меня. Если мы ему не соответствуем, то нам нужно стараться ему соответствовать. Вот что от нас требуется. Мы послушаем этот аят, и это напоминание для меня самого, совет для меня самого, и даже свидетельство против самого себя в большей степени, чем это распространяется на вас. И на самом деле, нам так и надо относиться к рекомендациям Аллаха. Это для нас. «К вам пришло назидание от Аллаха, отнеситесь к нему серьезно». Сам Аллах объясняет, в чем для вас благо. Итак, сегодняшняя тема, иншаллах, взаимоотношения мужчин и женщин. И этот аят, вторая его половина, широко известна. Особенно в странах Запада в наши дни. Потому что этот аят они используют, заявляя, что мужчины имеют право бить женщин. Что идет далее в этом аяте. Но это не совсем относится к нашей сегодняшней теме. Люди относятся к этому аяту с такой несправедливостью, что о первой его половине даже никто не говорит. А мы сегодня раскроем первую половину этого аята. Хоть и достаточно нелегко ее воспринять. Достаточно сложно осознать, что именно Аллах говорит в этой первой половине. Первое, что я хочу рассказать вам – Аллах дал нам этот Коран на ясном арабском языке. Аллах говорит, что Коран ясен. И одной из причин, почему ясен Коран, является то, что и арабский язык необычайно ясен. На нем хорошо разъясняются разные вещи. И если вы хотите быть честным с Книгой Аллаха, то нужно честно поступать и с ее языком. Нельзя аяту придать такое значение, которого нет в его арабских словах. Нужно строго придерживаться исходного смысла. И, к сожалению, во многих случаях при переводе этого аята допускается огромная несправедливость к арабскому языку. Вот как этот аят начинается. Я пока что переведу так. Мужчины являются «каввамами» над женщинами. Мужчины являются, как сказано на арабском, «каввамами» над женщинами. Иногда переводят так. Мужчины властны над женщинами. Мужчины руководят женщинами. И я прежде всего хочу пояснить слово «каввам», которое образуется от «кавв» и «мим», что в арабском языке никоим образом не связано с властью и руководством. В подробном словаре арабского языка этому слову посвящены несколько страниц, но на них не найдется ни малейшего упоминания власти. Поэтому, если вы хотите убедиться, что мужчины властны над женщинами, ищите это где хотите, но не в Книге Аллаха. Не в этом аяте. Не в этом аяте. Мало того, что это преступление против женщин, это еще большее преступление против Аллаха. Потому что, понимая это так, мы скрываем то, что сказал сам Аллах, Свят Он и Велик. Подумайте об этом с другой стороны. В первую очередь, со стороны имана. Из всех языков Аллах выбрал арабский. А из всех слов арабского языка только около 2% использовано в Коране. Их существует в 50 раз больше. И только 2% мы видим в Коране. 2% лексики. И из этих 2% очень сильно ограниченное количество слов Аллах почтил особенно. То есть, это самые возвышенные слова арабского языка. Аллах избрал их для своего слова. И среди них есть слова, которые Аллах избрал для описания самого себя. То есть, очень малое количество слов Корана и очень малое количество слов языка почтены тем, что ими был описан сам Аллах. Слово «каввам» имеет общий корень с одним из имен Аллаха – «аль-кайюм». «Аллаху ла-илаха, илла ху ва л-хайю л-кайюм». Это то же самое слово. Это слово само по себе и его значение священное. Аллах избрал его, чтобы описать самого себя. Говорить неправду о значении этого слова – это крайнее богохульство. Это очень серьезно. Поэтому сначала я постараюсь объяснить некоторые значения слова «каввам». И только потом приступим к аяту. Мужчины являются «каввамами» над женщинами. Слово «каввам» происходит от слова «кама», что значит то, что противоположно сидению. «Кама» значит «стоять». «Киям» и «каматус саля» «кады каматус саля» – «все они от одного корня». «Стоять» – в переносном смысле то же самое, что проявлять активность. А «сидеть» значит не проявлять активности. Мужчины должны проявлять активность, играть активную роль в жизни женщин. Они не могут отсиживаться без дела, быть пассивными, когда речь заходит о взаимоотношениях с женщинами у них дома. И, кстати, имя Аллаха аль-Кайюм означает, что он активно вовлечен во все, что сотворил. Он не просто сотворил что-то и оставил без своего внимания. Он активно участвует. А если кто-то сидит, значит, он, по сути, безучастен. Мужчины же активно участвуют в жизни женщин. Это первое значение. «Киям» здесь также значит «приверженность и решимость». Когда ты не оставляешь что-либо, не опускаешь руки, не бросаешь. Это значение слова «аль-Азм». Например, Когда раб Аллаха выразил свою приверженность, встав, предполагается, что мужчины должны вновь и вновь выражать свою преданность женщинам. Мужчины преданы женщинам. Я даже переведу так, поскольку «Мужчины непрерывно и невообразимо преданы женщинам». Мужчины невообразимо преданы женщинам. Это второе значение. Они активно участвуют в жизни женщин, будучи крайне преданными им. Это второе значение. Третье значение «Мулазиман мухафидан». Кто-то, кто всегда рядом с кем-то другим, держится кого-то. Одно дело быть преданным на расстоянии, а другое быть рядом, сопровождать все время, защищать, оберегать. Мужчины должны находиться рядом с женщинами. От мужчин ожидается, что они всегда рядом с женщинами, держатся их. И в то же время они должны их оберегать. Мужчины оберегают женщин. Таково следующее значение. И далее, «Киям» еще значит оставаться на одном месте. Мужчины – это постоянный источник поддержки, который всегда рядом с женщинами. Мужчины не являются нестабильной опорой для женщин. Женщинам нужна эта стабильность в жизни. Согласно словам Аллаха, Велик Он и Славен, и мужчины эту стабильность обеспечивают. И, наконец, слово «Киям» означает «заботиться о чем-то». Поэтому также годится перевод аята. Мужчины являются попечителями женщин. Таковы значения слова «Каввам». Итак, из этого аята, а мы даже не продвинулись по нему дальше, из самой этой фразы мы видим, что Аллах возложил на мужчину огромную ответственность за женщин. Я не говорю «власть», я говорю «ответственность». Ответственность за заботу о них, за преданность им, быть рядом с ними, быть надежной опорой, быть источником постоянной поддержки, быть теми, в ком они уверены. Даже если вся их жизнь рушится, они не рухнут. На них можно положиться. Заметим, что Аллах не сказал, мужья являются «каввамами» для жен. Он сказал, мужчины являются «каввамами» для женщин. Несмотря на то, что в целом аят посвящен отношениям мужей и жен. Это также относится к отцам и дочерям, братьям и сестрам, дядям и их племянницам. Понимаете? Каждая женщина в вашей семье нуждается в такой поддержке. Также это и для матерей, которые найдут поддержку в своих сыновьях. Они найдут эту поддержку. Поэтому сначала дается более широкая установка, и только потом значение сужается до отношений в браке. Вот что значит «арр-ржал каввамуна алян-неса». И последнее, что касается этой фразы. «Каввама» связано со словом «истикама», а «истикама» значит «справедливость». Мужчины будут постоянно справедливы по отношению к женщинам. Они вновь и вновь будут требовать у себя отчет, справедлив я или нет, оправданно ли я поступаю и говорю с ними таким образом или нет. Они будут справедливыми судьями для женщин снова и снова, в любой возникающей ситуации, с которой они имеют дело. Нужно это проверять. И, кстати, слово «каввам» предполагает повторение. Что-то делается снова и снова. Другими словами, нельзя полагать, что вы всегда одинаково справедливы. Нужно в каждой ситуации вновь оценивать себя. Я справедлив? Я справедлив? Нужно продолжать так себя спрашивать. И Аллах выражает это в форме хабара. То есть, мужчины являются «каввамами» над женщинами. Он не говорит «мужчины должны быть». Он говорит «это то, кем они являются». И все на этом. Словно у мужчин нет выбора. Это факт. Это то, что тебе следует делать. Это то, что ты будешь делать. И все. Обсуждению не подлежит. Если бы это могло обсуждаться, было бы сказано, Возможно, мужчинам стоит быть. Нет, нет и еще раз нет. Мужчины предположительно должны быть. Нет, не предположительно. Они такие и есть. И все. Ответственность уже на тебе. Это первая часть. Следующая часть. «По причине преимущества, которое Аллах дал одним над другими». Следующая часть. Аллах сделал мужчин попечителями, хранителями, кормильцами, источниками поддержки для женщин. Исходя из того факта, что Аллах дал одним преимущество над другими. Я стараюсь переводить очень внимательно. Аллах дал одним преимущество над другими. Аллах не сказал. «Потому что Аллах дал преимущество мужчинам над женщинами». Такого Аллах не говорил. Аллах сказал. Аллах дал одним преимущество над другими. Понимаете, что это значит? В первой части аята, если правильно его объяснять, вам дали не преимущество, а возложили на вас ответственность. И, соответственно, преимущество у женщин. Ты заботишься о них, оказываешь им поддержку, еще и еще. Ты оберегаешь их снова и снова. Когда ты страж и есть тот, кого ты охраняешь, кто же в более выгодном положении? Они. Им дано преимущество. Люди читают этот аят, не задумываясь. Им кажется, что у мужчин преимущество над женщинами. А если задуматься, то кому же дано преимущество? Если внимательно подойти к аяту, Аллах говорит, некоторым дано преимущество. Другими словами, на мужчин возложена одна ответственность, но у них есть свои преимущества, а на женщинах другая ответственность, и у них также есть свои преимущества. Аллах приводит это в равновесие. Как только Он упоминает что-то менее благоприятное, Он противопоставляет этому что-то. Поэтому теперь с другой стороны, «вабима анфаку мин амвалихим». Они созданы попечителями, кормильцами и так далее для женщин. Почему? Потому что они должны расходовать из своих собственных средств. «вабима анфаку мин амвалихим». Аллах не дает вам выбора в этом вопросе. Ты не можешь пойти в ресторан с женой и сказать «ты платишь, ты из богатой семьи». Не получится. Она не заплатит. У многих семейных пар возникают финансовые проблемы, и муж заявляет «ты зарабатываешь деньги сама, а если не устраиваешься на работу, я не буду покупать тебе продукты. Заботься сама о себе, а я буду заботиться о себе». Аллах говорит «у мужчин нет выбора, они обеспечивают своих женщин, и они не покушаются на деньги женщин, об этом даже и речи нет. Ее – это только ее. И твое – это ее». Буквально так Аллах и сделал. Быть мужчиной нелегко. И еще от вас требуется непрерывная забота. Она рассердилась, а ты остаешься источником поддержки для нее. Она недовольна тобой, а ты по-прежнему рядом с ней, не уходишь, хлопнув дверью, мол, «с меня хватит, я ухожу». Тебе так нельзя. Мулязиман. Ты предан. Ты предан, и это факт. Может показаться, что это несправедливо. Имею в виду, она делает, что хочет, а я должен все это терпеть? Еще и должен тратить свои деньги? Поздравляем, вы мужчина. Это первая половина аята. И далее мы переходим ко второй половине аята. И сестры, мне вас не жаль. Мне не жаль и братьев. Эта часть начинается с частицы «фа». Это «фа ассаббабия». Другими словами, мужчинам свойственно то-то, и поэтому женщинам будет свойственно следующее. Женщины тоже наделены ответственностью в этом аяте. И как я об этом заговорил, мужчины заулыбались. Мол, «Ха, теперь их черед». Хотя бы вторую половину записи этой хутбы я им отправлю. Ну да, не первую же им отправлять. Каждый слышит то, что хочет услышать, и не хочет слышать то, после чего его осудят. Однако перед Всевышним мы все рабы. Все мы рабы Аллаха. Аллах возвышенный, Всевышний. Не надо брать слово Аллаха и ставить себя выше Него. И других не надо посредством слова Аллаха ставить выше Него. Не поэтому ли в этих аятах о правах и обязанностях Аллах говорит «Аллах превыше всех». Так почему же ты пытаешься быть главнее, пользуясь для этого словом Аллаха. Слово Аллаха не для этого. Поэтому, хоть я и мужчина, и некоторые сестры скажут, он не имеет права говорить о женщинах. Да, вы правы, но я обязан поделиться тем, что я понял для себя из слов Аллаха. А вам нужно самим их исследовать. И я постараюсь изложить все, что я понял, иншаллаху та'аля, как смогу. И да поможет мне Аллах. Начинается так. Поэтому хорошие женщины… Заметим, что про мужчин говорится просто «риджаль» – мужчины. А не хорошие мужчины заботятся о женщинах. Аллах сказал, «Все мужчины заботятся о женщинах». Однако, перейдя к женщинам, он не начал со слова «женщины». Он не начал со слова «ан-ниса». Нет. Аллах говорит, что по следующему описанию женщин не соответствуют все женщины от природы. Им нужно дополнительно прилагать усилия, чтобы стать такими, в результате того, что стараются делать мужчины. Он старается обеспечивать, старается оказывать поддержку, делает это снова и снова. Им нужно быть в первую очередь «салихат». Если перевести поверхностно, им нужно быть хорошими. Но нам нужно понимать более подробно, что значит «салихат». «Салиха» в арабском является антонимом слову «фасада», когда что-то является плохим, отвратительным, уродливым или порочным. И когда вы исправляете это, используется слово «салиха». «Салиха» – глагол, который может выступать как «лязим» и как «мута'адди», когда что-то само улучшается или когда ты что-то исправляешь. Женщинам говорится в этом аяте, что у них может быть склонность. Она может быть или ее может не быть. Но у них есть возможность возникновения склонности к тому, что неважно, сколько хорошего сделано для них, они не будут этого замечать. И что? Ты что думаешь? Только из-за того, что ты купил продукты, я теперь должна уважать тебя? Или же вы можете сказать «Ассаляму алейкум», и она ответит «Ва алейкум салям». Но то, как она сказала «Ва алейкум ассалям», прозвучало неприятно и недобро. В этих словах не было любви, уважения. В них злоба, ненависть, неприятие. Вы произносите хорошие слова, но они не «салихи», в них гнев. Он же мне не звонил вчера вечером, не сделал то, не сделал другое. Сколько причин для недовольства. Он старается быть каввамом, но он не идеален. Он будет допускать ошибки. Поэтому всегда будут причины злиться. «Валлахи ль азим». Можно спросить любую замужнюю женщину, которая сидит здесь в аудитории, есть ли причины, по которым вы недовольны своим мужем. Причины будут. Даже если она скажет «Нет, вы что?», у нее в голове будет целый список. А если попросить ее написать их все на листочке, она скажет «Думаю, у вас не хватит бумаги». У нее будут причины быть недовольной. Но тем не менее, Аллах начинает перечислять качества, которые ей следует проявлять. И первое, что от нее требуется, побороть эту склонность выражать недовольство и злиться, что омрачает то, как она разговаривает, и ведет себя. И вместо этого быть человеком, который стремится все уладить, исправить, идет вперед, не дает рушиться и портиться. Кстати, фасада еще используется так. Когда еда портится, когда ты хранишь ее неправильно, она портится. Поэтому нужно следить, чтобы она была свежей, чистой, чтобы в нее не попали какие-то споры. Она все время должна проверять себя и свой настрой. Это первое качество. Она спрашивает, почему это мне следует так поступать? Он не заслуживает этого. Вы просто не представляете, как от него пахнет, как он выглядит, как он разговаривает со мной. Брат, вы, конечно, дали эту хутбу, но вы не понимаете моей ситуации. Да, вы правы. Я не понимаю вашей ситуации. Однако, Аллах понимает. Я не говорю вам свои мысли, я только передаю, что сказал Аллах. И далее в описании женщин он объясняет, почему вы должны захотеть такой стать. Потому что вы добровольно стремитесь слушаться Аллаха и поклоняться Ему. Кунут относится к Аллаху. Это муقدдам для ихтисаса, что означает, что только Аллаху следует подчиняться. Поэтому, когда женщины описаны как послушные, их отношения с мужьями и их настрой по отношению к ним напрямую связаны с тем, какие у них отношения с Аллахом. И когда их настрой разрушается, когда они начинают вести себя зловредно, то это индикатор для тебя самой. Не для мужа, чтобы он указывал на это, а для тебя самой, как сильно ты отдалилась от Аллаха. Иногда все становится настолько плачевно. Я слышал своими ушами. Женщина, образованная, образованная, знающая в религии, ругается со своим мужем. Она так зла на него, что даже отказывается спать с ним в одной кровати, даже не хочет отвечать, «УАЛЕЙКУМ АССАЛЯМ», даже не хочет смотреть на него, неделями. И когда она начинает с ним ругаться, он говорит, «Ты изучила религию, молишься каждый день, твой ислам так хорош, но почему же от тебя столько зла в мой адрес?» Она отвечает, «В данный момент я не обязана быть мусульманкой». Ладно, так и сказала, «В данный момент я индуска». Такие слова можно услышать от образованных, религиозных женщин. Это шокирует. Потому что ваши отношения с Аллахом обрываются, когда злоба к своему мужчине так велика. Все перекрывается этим. Даже ваша связь с Богом. Это ужасно. Вам нужно себя проверять. Слава Богу, они меня сейчас не видят. Им нужно быть покорными Аллаху. Затем Аллах добавляет. Охраняющие. Неизменно охраняющие то, что другим нельзя видеть. Что это значит? Охраняющие то, что другим нельзя видеть. Во-первых, это значит, что женщины должны охранять честь и достоинство, уважение и доверие своих мужей, когда их мужей нет поблизости. Не нужно рассказывать подругам, какой он плохой, потому что они не присутствуют и не могут постоять за себя. Не нужно разговаривать с другими мужчинами. Не нужно ходить в такие места, куда он не хотел бы вас отпускать. Или же он никогда не узнает? Он работает до шести. Он не узнает об этом. Днем они невидимые работники. Или же, когда он путешествует, она может делать что угодно. Первое значение этого аята в том, что она не делает того, что ему не понравится. И, кстати, довольно интересен тот факт, что хафидз – это охранник, но также и попечитель, согласно Корану. Попечитель – это самое первое значение. Второе значение несет очень глубокий смысл. Есть вещи, которых не видишь. Ты не видишь мужа, когда он на работе. Ты не видишь мужа, когда он путешествует. Ты не видишь мужа, когда он регистрируется перед полетом в аэропорту. Ты не видишь, кто сидит рядом с ним. И мы все понимаем, о чем я. Вы этого не видите. Вы не видите тех испытаний и соблазнов, которые мужчине, за которым вы замужем, приходится преодолевать, когда он выходит из дома. Как женщины в офисе говорят с ним? Как люди на него смотрят? С кем он общается? Ничего из этого вы не можете взять под контроль. Вы этого всего не видите. Однако, даже если вы этого не видите, вы не можете закрыть на это глаза. Вам нужно охранять даже то, чего вы не видите. В другом месте Корана как мы можем оберегать то, чего даже не видим? Как мы можем быть осторожными с тем, чего даже не видим? Тем не менее, женщинам сказано, слушайте, я знаю, что вы этого не можете увидеть, но вам лучше оберегать это в любом случае. Вам лучше заботиться о своем муже, понимая, что то, чего вы не видите, существует. Им нужно стараться изо всех сил хорошо относиться к своим мужьям, заботиться о них, быть привлекательными для своих мужей, быть любящими и неравнодушными к своим мужьям. Им нужно делать все это и не думать, да ну он некрасивый, кому еще он понравится? Кто на него посмотрит? Ха! Мне всегда нужно о нем заботиться, ведь сам он ничего не может. Они настраиваются таким образом, а как только такая установка зарождается в сознании женщины, она начинает унижать своего мужа, принижать его и полагать, мол, мне ничего не нужно делать для этих отношений. А Аллах берет это все в расчет, потому что мужчины стараются обеспечивать постоянно, заботиться постоянно. И на это должен быть взаимный ответ. Вы должны заботиться о своем муже, и вы должны оберегать то, чего не видно. И вы должны знать, что не уделяя должного внимания этим отношениям, вы их потеряете. Не думайте, что он никуда не денется. Вы его потеряете, если даже вы и не потеряете его явно, вы потеряете эмоциональную связь с ним. Он может развестись с вами на эмоциональном уровне. Может, он и вовсе перестанет смотреть на вас с любовью. Может, он будет заходить в дом с мыслями. Что я снова делаю на этом поле сражения? О, Боже! Что я сегодня от нее услышу? Если такое происходит между мужем и женой, какой смысл в этом браке? Ведь Аллах говорит, чтобы вы находили в них спокойствие. А теперь бывает так, что единственная ситуация, в которой мужчина не может найти успокоения, это когда он со своей женой. Это трагедия с двух сторон. Мужчины не делают свое дело, а женщины не делают свое. А слово «хивз» тоже. Сестры, послушайте внимательно. В начале хутбы я сказал, что ответственность мужчин обозначается настолько благородным словом, что у него общий корень с одним из имен Аллаха – «аль-кайюм», «аввам». Я об этом говорил в начале. А последнее из описанных здесь особенностей женщины «хафизатун лил-гайб», the word «хафиз», «в Аллаху хайрун хафизан». Слово «хафиз» – это имя Аллаха. «Инна Аллаха аля куллиша ин хафиз». «Инна Рабби аля куллиша ин хафиз». «Аль-Хафиз» – «Хранитель». Это одно из имен Аллаха. «Мой Господь – хафиз всего». Это одно из известных имен Аллаха. Другими словами, это святая обязанность оберегать и охранять эти отношения. И, кстати, слово «охранять» не используется, пока что-то не оказалось в опасности. Никогда. Не нужно охранять то, что находится в безопасности. Что же Аллах говорит женщинам? И что Аллах говорит мужчинам? Мужчинам сказано «Аввам» – «заботься еще и еще». Получается, что если нет непрерывной заботы с вашей стороны, брак разваливается. А женщинам сказано «Если вы не оберегаете брак, брак развалится, вы его потеряете». Прекрасно, что обе стороны уравновешены в этом. Оставшиеся строки для обсуждения в другой раз. Но есть еще одно, чем я хочу поделиться с вами. Когда говорится об оберегании или же когда говорится о том, как быть «аввамом», все это требует много переговоров между обеими сторонами. односторонних попыток недостаточно. В отношениях есть точка, до которой все решаемо, все поправимо. Однако, может наступить момент, когда уже ничего не исправить. Они сломаны, все кончено. Поэтому следующий аят начинается. «Если вы боитесь, что между ними двумя появится трещина» в аяте говорится, «Если вы опасаетесь, что может возникнуть трещина, что значит, что трещины еще нет, тогда можно обратиться за помощью извне». Если вы в отношениях, в которых уже чувствуется появление этого разлома, и он еще невелик, обращайтесь за внешней помощью. Обратитесь к другим людям. Обратитесь за помощью к мудрым, принимающим здравые решения людям, здравомыслящим людям из ее семьи и его семьи. Не надо обращаться к глупцам, не надо обращаться к тем, кто усилит борьбу и ухудшит ситуацию и для него, и для нее. Не к таким людям, не к тем, кто ответит на ваши жалобы так. Конечно, они все такие. А ты не поможешь мне советом? Нет уж. Вам не надо еще одну пару боксерских перчаток. Хакаман – людей, кто принимает верные решения, кто может со смыслом поговорить с вами обоими, представлять как твои интересы, так и ее. Примите помощь извне. Смысл аята в том, что даже если этого пока не случилось, это может произойти, если не предпринять должных мер. И так происходит. Коран реалистично подходит к этому вопросу. Коран не соответствует христианской доктрине брака. Христиане считают, что брак – это священные узы до самой смерти, и ничто их не разорвет. Он никогда не может прекратиться. Но в книге Аллаха о разводе говорится так подробно, так детально. Почему? Потому что это реальность. Если ты не позаботишься о своем браке, он погибнет. Тогда двум людям будет невозможно жить вместе. Вы не хотите доводить до такого? Вам хочется сохранить его до того, как все этим обернется. Пусть Аллах, Великой Он Иславен, оберегает наши брачные союзы. Пусть Аллах, аззаваджаль, поддержит тех, кто прошел через развод. И пусть Всевышний Аллах, как и обещал, дарует им независимость из своих обширных сокровищниц. Какой прекрасный дар дал Аллах тем, кто прошел через трудности развода. Аллах сделал их независимыми и наделил их из своих сокровищниц. Он никому, кроме разведенных, не говорит об этом. Их не следует осуждать. Пусть Всевышний Аллах оберегает наши брачные союзы поместит в сердца мужчин и женщин благо, которое поможет всем нам воплотить в жизнь рекомендации, которые Аллах дал нам. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok